Спонсор выпуска торговая группа Абсолют. Здравствуйте! В эфире новости на первом альтернативном. По традиции в начале выпуска коротко о его главных темах. Новые подробности в деле Бумбошкина. За что на главного спортивного чиновника Бурятии завели уголовное дело? Домик с видом на море. В нескольких метрах от Байкала построили дачный поселок. Недетская расправа. Перед судом предстанет убийца 10-летней девочки. Убил сестру. В Бурятии завершилось расследование гибели 10-летней девочки. Напомню, трагедия произошла в сентябре 2014 года в Мухаршебирском районе. Тело школьницы, заваленное кирпичами, было обнаружено в заброшенном доме. В завершении преступления подозревается старший брат школьницы. 16-летний подросток был приемным ребенком. Но с этим не могла смириться младшая сестра. По данным следствия, 23 сентября прошлого года обвиняемый по пути из школы поссорился с 10-летней девочкой из младших классов. Вместе они забежали в расположенный рядом заброшенный дом, где подросток схватил в руки два обломка кирпича и из небольшого расстояния силой поочередно кинул их в голову школьницы. Один из кирпичей попал в цель. От удара девочка упала и начала хрипеть. Испугавшись, подросток столкнул ее тело в подполье и засыпал сверху кирпичами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Теперь 16-летний подросток предстанет перед судом. Учитывая, что он является несовершеннолетним, максимальный срок, который ему грозит, составляет 10 лет лишения свободы. Два автомобиля, два наезда за один час. Вчера вечером в Улан-Удэ под колесами автомобиля оказались два человека. Первое ДТП произошло около 8 часов вечера. Водитель неизвестного автомобиля, следуя по улице Бабушкина в направлении Трубачеева на пешеходном переходе, наехал на женщину до 1951 года рождения. Водитель скрылся, потерпевшая с травмами доставлена в больницу. Известно, что автомобиль двигался на красный сигнал цветофора. Пока известно только то, что это был иностранный седан темного цвета. Еще один наезд произошел примерно через час в районе Левого берега. На улице Иволгинская в районе дома номер 15 водитель автомобиля Скания совершил наезд на пешехода, который переходил в проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. В состоянии комы был госпитализирован БСМП. При себе пострадавший не имел документов и в настоящий момент его личность не установлена. На вид это мужчина от 40 до 50 лет азиатской внешности. У потерпевшего диагностирован ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вы стали свидетелями этих происшествий, позвоните по телефону 29 29 99. И к другим происшествиям. В Бурятии наркополицейские изъяли крупную партию марихуаны у жителя поселка Анахой-2. 23-летний молодой человек собрал дикорастущую коноплю еще в октябре прошлого года. Около 5 килограмм вещества он спрятал в тайнике на заброшенной ферме. Однако тайник обнаружили сотрудники ФСКН. В этом году запланировал ее привезти в Улан-Удэ. С этой целью он нашел автомобиль и с тремя друзьями поехал, забрал. И после чего был задержан в советском районе города Улан-Удэ. По результатам было возбуждено уголовное дело в отношении его захоронения наркотиков в крупном размере. И трое, получается, его друзей также были привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств. А я напоминаю, каждый житель Бурятии может внести свой вклад в борьбу с наркотиками. Для этого нужно сообщить о фактах распространения наркотиков в регионе по телефону доверия. Теперь к новостям политики. Новые подробности громкого дела. Недавно стало известно, что руководители агентства по спорту Бурятии Владислава Бумбошкина завели уголовное дело. Как и предположил неделю назад гость нашей программы. За рамкой Сергей Басаев его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Во время проверки документов строительной компании «Сибирь» следователи обнаружили некую платежку на 600 тысяч рублей, адресованную руководителю спортивного ведомства. Следователи, по-видимому, разговаривая с руководителем той фирмы, выясняли, какое отношение имеет Владислав Матвеевич к этому проекту. Почему вы перечислили ему эту, пусть небольшую, да, 600 тысяч рублей сумму, но, видимо, у них есть основания полагать, что это была возможная взятка за определение вот этой фирмы в качестве подрядчика. Обвинение главному спортивному чиновнику республики пока не предъявлено. Сейчас он находится в статусе подозреваемого. В Следственном комитете пока от комментариев отказываются. Жилые дома в нескольких метрах от Байкала. Прокуратура Бурятии судится с администрацией Прибайкальского района, которая выдавала землю под дачи в нескольких метрах от берега. Насколько законно такое строительство, выясняла Юлия Пермякова. Не подскажете, кто здесь главный, а? Кто строит вот это дело? Я вообще-то здесь Баташова стражу. Ты ванильный строят, говорят, или нет? Да, нет. Это у нас Баташов Николай Николаевич. Здесь он? Нет, нет. Короче, начальство строится. Он что, начальник-то чего? Ну, у нас-то, короче, это же, вот, пиларам и полез. Такая вот стройка развернулась в живописном месте недалеко от села Гремячинск, прямо на берегу Байкала. И, похоже, застройщика, да и того, кто выдавал эти участки, абсолютно не волнует законность этих решений. Прибрежная защитная полоса не установлена в настоящее время. Чем мы должны руководствоваться? Как раз-таки вот на это сейчас и ссылаются. По федеральному закону прибрежная защитная полоса должна быть установлена, закреплена на местности и поставлена на государственный кадастровый учет. А она не поставлена выходит, да? Нет, конечно. Участки были отданы под строительство четыре года назад. Как утверждают в местном муниципалитете, земля свободная. И распоряжаться ей в администрации имели полное право. Все бы ничего, если бы не было карты, на которой четко указаны границы той самой центральной экологической зоны. Там же видно, насколько близко находится ДНТ к Байкалу. Нарушено положение статьи 80.81 земельного кодекса Российской Федерации, статьи 14 федерального закона номер 66 о садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан. Кроме этого, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ведение дачного хозяйства относится к видам деятельности, которые запрещены в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Я считаю, что вот это постановление не может применяться к членам ДНТ, потому что строительство зданий и сооружений относится к видам экономической деятельности, которые облагаются налогом. И здесь имеется в виду непосредственно производственный процесс, то есть многоквартирные какие-то дома и еще что-то, большие сооружения, но никак не дачные домики для личных, которые строятся. На начало строительства предоставленные администрации 4 гектара находились в аренде. И никто бы наверняка и не обратил внимания на масштабную стройку, если бы не члены ДНТ, которые решили оформить участки в собственность. Тогда представители прокуратуры изобили тревогу. Были удовлетворены требования прокурора Прибайкальского района о признании действительными постановлений Прибайкальского района администрации и договоров купли-продажи заключенных с гражданами, являющимися членами дачного некоммерческого товарища Творотник. Основанием для признания постановлений договоров купли-продажи недействительными послужили нарушения, допущенные при предоставлении земельных участков, нарушения федерального законодательства. Это законодательство об охране озера Байкал, водного кодекса и другие нормы. На сегодняшний момент известно, что по решению Прибайкальского суда члены ДНТ «Родник» обязаны снести свои дома. Это решение принято 3 марта этого года. Собственники по понятным причинам не согласны и собираются обжаловать приговор в Верховном суде. Юлия Пермякова, Надежда Хлыстова, Вячеслав Батоев и Александр Хомаганов. Первое альтернативное. А сейчас время нашей рубрики «Золотые перья». Внимательно прочитал все газеты и выбрал все самое интересное. Для вас, мой коллега Владимир Банщиков. Ему слово. Маршрутчики жалуются на Говицыну, на Дмитриева. Бумбошкин погорел на кредите, а в Сотниково массово сжигают собак. Здравствуйте. Я Владимир Банщиков. Это «Золотые перья». Обзор свежих республиканских печатных изданий. По традиции рубрики «Золотые перья» мы пригласили сегодня к нам в гости в студию журналиста Центральной газеты, корреспондента, замечательного, на мой взгляд, автора Ивана Ваганова. Но прежде чем я задам ему вопросы, передам ему слово, я хочу сказать, что Центральная газета стала намного интереснее, и лично для меня племистичнее, острее, чем она была, допустим, даже те же полгода назад. Здравствуй, Ваня. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, о чем ваш сегодняшний номер, что в нем интересного найдет для себя наш, ваш читатель. Ну, в первую очередь, у нас активно очень всегда в газете обсуждается тема ЖКХ, в том числе мы всегда принимаем письма от граждан, от жителей, то есть мы стараемся всегда держать обратную связь с гражданами. И у нас всегда на первом месте позиция гражданина, потому что, к сожалению, в ЖКХ, как правило, у нас сейчас правит балл монополиста. И вот очень интересная история про женщину, у которой отрезали батарею, и она в течение уже двух лет практически пытается бороться, судиться, но на данный момент с нее по-прежнему ТГК-14 требует деньги. То есть тема, на мой взгляд, очень важная, тема на самом деле интересная. Что касается других материалов, у нас есть материал о недвижимости в Улан-Удэ, на данный момент тоже тема актуальная, о том, что цены падают на недвижимость. И я могу сказать, что сейчас свежая новость появилась, что ипотека 12% стала, у нас вот еще были новости, что 14,5% Сбербанк сделал. То есть продажа квартир и покупка квартир стала выгодной для граждан, тоже важный момент. Причем мы общаемся непосредственно с людьми, которые занимаются продажей, и цены на самом деле ниже. Я бы сказал, что статистика того же Бурятстата, она не совсем актуальна. Если посмотреть более внимательно, то вы поймете, что сейчас более выгодной стала покупать квартиры. Это основная тема в нашем номере сегодняшнем. И в целом также хотелось бы сказать, что у нас есть позиция не только формировать общественное мнение, но и в первую очередь его выражать. То есть мы привлекаем абсолютно всех граждан к тому, чтобы они обращались в нашу газету, звонили, и мы всегда будем готовы освещать острые темы, которые наиболее актуальны для простого народа. Может быть, будет что-то интересное в следующем номере? Сразу заинтригуй наших читателей, наших телезрителей. Если есть чем заинтриговать. Да, есть в следующем номере, я думаю, что скорее всего получится тема номера даже, это лицензирование управляющих организаций. И скорее всего все организации, которых мы сейчас видим, то есть все управляшки, они, так сказать, в новом лице, но со старыми названиями, все перейдут, опять же, так сказать, к работе, счастливо пройдут лицензирование. И у них дальше все будет хорошо, а оппозиция народа, население абсолютно не спрашивается никем. Будет рассказано о том, как проводятся общие собрания в домах, о том, что люди на самом деле до сих пор ничем, абсолютно никак не информируются. То есть это очень важная тема. И не участвуют в этом процессе. Абсолютно не участвуют. Спасибо, Иван. Я думаю, мы увидимся в нашей студии достаточно скоро. Спасибо. Спасибо. А теперь перейдем к большой бумажной тройке. МК, Информполис и номер один. С последнего и начнем. В Бурятии массово сжигают собак. Самый яркий материал свежего номера. Страшные подозрения подтверждены официально. Именно таким образом сотрудники перспективы авто избавляются от мертвых животных. Дым такой страшный был. И пахло паленым мясом, живодерней. Мы не знаем, правильно ли они проводят все эти процедуры. Можно ли мертвых собак вот так поджигать. Или захоронение должно быть вдали от людей, на специальных скотомогильниках. Они говорят, что убивают в основном больных, заразных собак. А потом их сжигают. Откуда мы знаем, что вся эта зараза не дойдет до нас? Опасаются жители Сотникова. Пресловутая перспектива авто, сотрудники, которые сжигают собак, это та самая контора, которая получила на отлов и содержание животных 13 миллионов бюджетных рублей в прошлом году. Зимой срок контракта истек. И несколько десятков собак бросили в холодных сараях пожирать друг друга. Проблемы маршрутчиков дошли до Ноговицына. Информполис опубликовал открытое письмо водителей главе республики. Уважаемый Вячеслав Владимирович, на сегодня в ситуации с межмуниципальными перевозками настал критический момент. Очень остро встал вопрос с отправлением автобусов с автовокзала «Южный». В связи с тем, что собственником здания автостанции, Дмитриевым, за последний год трижды повышалась арендная плата. В ответ на вынужденную смену места отправления маршрутов на нас обрушились внеплановые проверки. Убедительно просим вас не допустить давления на нас со стороны чиновников и аффилированных с ними лиц. Надеемся, что ситуация будет решена в пользу жителей республики, пассажиров и перевозчиков, а не людей, желающих на нас в очередной раз нажиться. Вот так, не добавить, не убавить. Правда, в ответ пока тишина. Хотя конфликт водителей с господином Дмитриевым длится уже не одну неделю. Но и в завершении о спорте. Вернее о том, что происходит вокруг главного спортивного чиновника Бурятии Владислава Бумбошкина. Пока правоохранительные органы хранят молчание, корреспондент МК пообщался со спортсменами и подчиненными Владиславом Атвеча. Сотрудники агентства, которым нечего бояться, шепчутся, охотно делятся сплетнями. Например, про то, как руководители агентства строят дома, покупают машины, обзаводятся пастбищами и земельными участками. По словам источника, тот же Владислав Бумбошкин, например, имеет отношение к обширному пастбищу в Селингенском районе, туристической базе в Максимхе и кафе в центре Улан-Удэ с говорящим названием «Спартак». В свете последних событий олимпийский девиз можно переиначить. Например, так «Быстрее машины, выше коттеджи, сильнее бизнес». На этом у меня все. Увидимся через неделю. И в конце выпуска расскажем о том, чем порадует погода улан-удэнцев и как красавицы из Бурятии штурмуют международную арену. Обо всем этом в нашем кратком информационном обзоре. В Бурятии госимущество уйдет с молотка за полцены. На торги выставлено 9 объектов государственной собственности. Среди них комплекс зданий и земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров в Селингинском районе, паром в Баунтовском районе, земля и гараж в Тунке, а также здания в селе Иволгинск. Все со скидкой 50%. Весенняя погода в Ланде приблизится к температурному рекорду. Во второй декаде апреля воздух прогреется до плюс 20 градусов. Весна 2014 года также радовала нас теплой погодой. В прошлом году в апреле воздух прогрелся до плюс 23 градусов. Уроженка Бурятии приглашена на международный конкурс красоты «Миссис Интернешнл». Обладательница титула «Народная миссис Санкт-Петербурга России» Виктория Молодаева поедет в Америку помериться своей красотой с другими участницами со всех континентов. На конкурсе, который проводится уже 30 лет, Виктория будет представлять не Россию, а Бурятию. На этом у меня все. Я напоминаю, все материалы вы можете посмотреть в удобное для вас время на нашем сайте. Сразу после новостей смотрите документальный фильм о жизни бурятского племени Эхириты. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго и до встречи в эфире. К Великому посту. Только в Абсолюте. Геркулес 400 грамм. Всего 6 рублей. Сдерживаем цены для вас. Абсолют. Редактор субтитров А.Семкин